Привет, Элли. Скажи, пожалуйста, как твоё имя, из какого ты приехала города? Меня зовут Марина, я из Владивостока. Марина, ты рекордсмен по протяжённости... По наматыванию километров. Именно так, потому что получается, что ты намотала километры, прилетев сначала на литрит в Москву, и следом, через 10 дней, ты прилетела на литрит в Сочи. Как вышло, что после одного ретрита ты приняла решение сразу участвовать в следующем? Видимо, я сразу принимаю это решение, потому что у меня интересно сложилось. Я должна была лететь на соревнования в Москву, и тренер отменил эти соревнования, типа, мы не будем там выступать. А билеты у меня уже были куплены. Поэтому у меня осталось 5 дней, я полетела в Сочи, отдохнула там 5 дней, вернулась в Москву на ретрит. Сейчас получилось практически то же самое. Я с Москвы улетела только на ретрите в Сочи. То есть у меня кружила, кружила лошадь. В принципе, там, наверное, было решено. Надо чуть-чуть ещё. Ну, были какие-то внутренние причины, что побывав на одном ретрите, ты приняла решение, что да, мне надо быть здесь, и ты приехала на следующий. Это тоже такое нередовое решение, скажем так. Ну, я сразу себе сказала, вдруг, если мне понравится, смогу попасть на второй, да, сможешь. Я поехала домой. Я вот прочувствовала, по дороге домой, когда вышла с ретрита, я прочувствовала вот это расширение, которое было во мне, да, почему-то тело внутри оказалось, я всё остальное, жизнь стекла через меня. Это было прекрасно. Просто наблюдать за всем, что происходит. Я вернулась домой, и это была как проверка того, что во мне изменилось. То есть я смотрела на реакцию своих детей, что поменялось на работе, что поменялось с друзьями, что вообще происходит. Вот. И, естественно, я захотела ещё поработать в этом направлении. То есть ты увидела какой-то потенциал, который можно раскрывать дальше? Результат был просто огромный. Как для тебя проходит ретрит в Сочи? Сочи, мне кажется, он какой-то вот ещё более глубокий, ещё более сжатый или плотный, что ли, да, если для меня Москва немножко показалась размытой, такой размазанной, то здесь прямо было всё очень концентрировано. Ну, как сказать, и коллектив людей, который подыгрался, да, и обстановка сама по себе, прямо концентрат. Я бы так объяснила. Я сейчас хотела бы тебе предложить взять альбом, вот он лежит слева от тебя, взять маркер. Напиши, пожалуйста, одно слово, каким бы ты описала этот ретрит для тебя. Напиши крупный, чтобы мы могли на камеру показать. Это твоя будет одна ассоциация. Интересно, что уже там? Если понятно, да, видно раскрытие, раскрытие. На первом семинаре я себе увидела большой, вот то, как бы я, наверное, хотела существовать. Ты какой я, какая я есть на самом деле, да. А здесь мне показали, что, ну, этого недостаточно. То есть при этом раскрытие ты вполне можешь пойти раскрываться дальше именно суть реализации раскрытия себя. То есть это ещё более важно. Ты увидела какие-то конкретные для себя решения? У тебя есть конкретные сайты? Идеи, по поводу социума, направления, куда ты двинешься? Ну вот, после практик с бубном я с утра проснулась, увидела вот это расширение, что тут либо идти вперёд, и нет смысла стоять как бы назад, на месте. Вот, и я уйдела как бы, ну, где-то 13 пунктов написала, то, куда я могу обратить свой взор. Скажем так. Ну, то есть я реально увидела план в дальнейшем месяце, только как развернутая картина. А расскажи подробнее про практику с бубном. Как для тебя она была внутри? Возможно, после, чуть-чуть сразу после практики, что-то переживала. Ну вот, первая практика, что на том ретроиде, что на этом. Вроде бы бубен, так было всё громко, так это всё было. Но в какой-то момент я понимаю, что я провалилась, нет ни меня, ничего. Слушай, я не могу сказать, что там дальше происходило. Да, я помню только, что когда... Ну, я слышала, как уходили люди, но здесь, как бы я никак не могла проявиться в этот момент. Когда я открыла глаза, то уже было 10 вечера, никого уже не было. А вот. Это была первая практика на этом ретрите? Или это та, которая... Бубен по изменению состава крови? Вот, это было как раз... Нет, это состава крови, это же вторая была? Да, вторая. Нет, это была первая практика. А вторая, вот про кровь, когда мы меняли кровь свою. Тоже шли какие-то процессы, тоже куда-то я выпадала, возвращалась, но к концу практики я точно уже вернулась. То есть не могу сказать, что... Что-что-что-то конкретное про это. То есть это были мощные процессы, это однозначно. Потому что на первом ретрите я видела многое всё в картинках, раскрывалось для меня. Здесь, видимо, настолько это было глубоко, на таких глубинных уровнях, что... Ну, опыт... Это не предел. Расскажи, пожалуйста, какие напутствия ты могла бы дать сама себе, вот сейчас, покидая Сочи, завершая этот этап, вот этот ретрит, в двух словах? Действуй. Действуй. Да, я хотела бы сказать, что страха нет, да, то, что второй ретрит Света подряд его сняли, да. Но это уже как-то понятно, да, для меня. А именно вот действие, да, что жизнь — это действие, жизнь — это движение. Ну, вроде бы, ну, всё так просто, мы все об этом знаем, но это на самом деле настолько глубоко. Как ты вообще Свету выбрала своим проводником на этом этапе своего пути? Ты смотрела YouTube или как-то вы иначе познакомились? Я очень давно наблюдала за Светиными эфирами в самые, наверное, самых первых эфиров. Потом как-то она пропала, извина для меня. И вот, как бы, недавно, да, я снова обед напомнила с ней ее видео, и уже я ее услышала, увидела все по-другому. То есть, не раньше для меня автономы, не спать, не есть, не пить, все новое жизни, ничего, все, ну, то есть, вообще, бесконечность раскрытая. Здесь Вита говорит, что дело не в этом, дело в осознанности. И вот это мне прям, видимо, очень сильно зацепило. Раскрой этот момент, как для тебя изменилось отношение к автономии, к отсутствию еды, к тому, что вообще, к тому, что он пытается донести Светлана, как это трансформировалось, как ты сегодня это понимала? Ну, на самом деле, самое важное, это вот, идти к себе, своя собственная осознанность, что ты, осознавал вообще, что ты делаешь, для чего ты живешь, как ты живешь. Ну, вот это самое важное. Делать каждый раз шаг к себе, вот что Света, в принципе, идет, да, то есть, она, как бы даже, вот так смотришь, вроде бы даже никакого участия не принимает в процессе, только, ах, откуда такие глубокие трансформации происходят? Ну, то есть, конечно, это понятно, да, и поле работает, и Света, как бы, или нет. Вот, ну, а то, что там, не спать, не есть, не пить, это, как бы, оно вообще не интересно сейчас. Да, на ретритах, например, я могу не есть, не пить, но сплю, но это не самоцель, то есть, абсолютно нет. То есть, все-таки, и она, и наш вот гость, который был Гаспор, Гастон, Гастон, вот, они правильно говорят, что тут и тело нужно прислушиваться к силу, и быть осознанным, здесь сейчас и чувства свои тоже не запирать. А еще мне интересно узнать, как для тебя прошли практики. Ирины Дмитриевой, давай начнем с гвоздей. Гвозди были в Москве, и гвозди были в Сочи, да? По-моему, ты тоже практиковала с ней? Да. Я, когда в Москве стояла, мне было это легко сделать, мне было непонятно, почему люди так страдают, и поэтому, когда сюда ехала, я думала, я стану первой на гвозе, покажу, что это не больно, как бы по-другому все пойдет. Ну и как бы так, мимолетом встала, и села, но мне вот в этот раз было дико больно, мне не хотелось на них стоять, я не знала, что это было. Гвозди не делали, у меня настроение не то. Но самое интересное, что, ну, по крайней мере, я не видела, что у нас кто-то страдал в этот раз на гвозде. Я просто не на всех была, это в прошлый раз стояли, все было, да? Ну, по крайней мере, кто, кого я видела в этот день, все походило к тихо-мирному термению. А вот практика очень мощная, конечно. То есть, вот, мне кажется, вот там, взять эту энергию в себе, стать еще мощнее, вот, для меня, вот, это именно в этом, взять свой ресурс. А трансформационная игра? Радуга. Радуга. Мы играли в Радугу вчера, и в Москве тоже. В этот раз мне она показалась такой, достаточно компактной, емкой, и прямо, вот, все точненько. Вот, настолько вот, на него не убрать, не убрать, не взять. В прошлый раз мне показалось, что немножечко было, как бы, много растянутости. А здесь, вот, все было. То есть, взяла что-то полезное, дескать. Конечно, конечно. И в прошлый раз, как бы, вот, не полностью было раскладно, там, все как есть. Слушай, ну, вот, а в чем ценность игры, вот, тоже, непонятно. Сидят люди, вытаскивают какие-то карточки, передвигают фишки по полю, кубики выбрасывают. В чем ценность для тебя, например? Ну, во-первых, сначала ты выбираешь, ну, тут истинные задачи, да, с чем ты хочешь поработать. Вот это с помощью кубика. То есть, опять-таки, это не от ума, а от подсознания. Это как бы, да. И потом, ты по шагам смотришь, что вообще, почему, то есть, как дойти до этой цели, и заодно еще слушать других. Потому что, в любом случае, вот эти все моменты, есть в себе. В каждом, что ты видишь на вооружении, и она, очень много информации, очень много информации, да. Ну, один из моментов ценности игры, это разворот на 360 градусов, возможность посмотреть именно со стороны и глазами других людей на свою ситуацию. Это, конечно, такой классный, именно опыт в группе, кружаться в какие-то процессы. Да, интересно даже, вот, когда люди попадают на одну и ту же клетку, да, но у каждого она по-разному проигрывается. То есть, такой вот момент, когда, ну, вроде бы, просто вот, а, мы можем понять, да, ну, каждого со своем, но если не знаешь, насколько глубоко, насколько безгранична может быть даже одну и ту же понятию. Я, здесь еще, ведь роль проводника, способность подсветить этот человеку, потому что для одного, например, там, по осознанности сейчас будет включать вот это, а для другого, было что-то другое. Да, Ира очень такой, зрелый мастер, я бы сказала, и она мягкая очень, она все это с любовью делает, вот не чувствуешься виноватым, если там попал на жадность. Как-то вот у нее все очень гармонично, гармонично очень прошло, я бы так сказал. А ты попала на жадность? Я попала на жадность. Мне надо это знала себе, это еще когда вот на лекциях здесь, мы об этом говорили, я думаю, про меня, и страхи про меня, ну то есть, что ни возьми, все есть, целая вселенная. Я приготовила еще одну игру небольшую, как раз с использованием карт Ирины, я предлагаю тебе взять одну карту, и это будет твое, на путь от карт, на вот тот путь, который сейчас ждет нас всех, когда мы выйдем за дверь нашего прекрасного подразума. Давай, посмотрим. Очень интересный. Порядок. Порядок. Отлично. Что там написано? Порядок и гармония взаимосвязаны, и они должны идти прежде всего и внутри. Слушай, я вот линзи не вижу. Не видишь? У меня линзы одели. А, ты линзы одела. Давай я прочитаю. Порядок и гармония взаимосвязаны, и они должны идти прежде всего и внутри. Когда в голове порядок и дисциплина, график или определенная структура, последовательность и приоритеты, тогда дела двигаются ровно. Порядок важен везде, на ментальном уровне и на физическом. Соблюдение порядка и дисциплины всегда будет приводить нас к росту и лучшим результатам. Порядок в голове, порядок в жизни. Абсолютно согласна. Порядок. Да, порядок. Возьми, пожалуйста, карту. Сохранила на видео, чтобы ты могла пересмотреть свое новости. Я очень рада была с тобой познакомиться. Мы надолго не прощаемся. Мы едем в поляну продолжать. Сказка продолжается. Сказка продолжается. Спасибо тебе за отзыв. Очень приятно с тобой общаться. Приятно наблюдать твои раскрытия, твои изменения. Я надеюсь, что и дальше мы по времени продолжим быть. Мы тебя благодарим за йогу. Вы теперь много. Кстати, точно. Я же спросила про йогу. Как для тебя было вообще заниматься йогой? Почему ты меня благодаришь? Что тебе понравилось? Мне все понравилось. Ну, во-первых, я такие асаны как бы по-другому немножко делаю. Во-вторых, у нас йога в этот раз была на улице. Это очень было замечательно. То, что это шум деревьев, это воздух, это птички, природа. Ну, и мягкость практики, глубина. То есть не было такого, что не хочу делать, тяжело. Вот оно просто делается. Вот как движение энергии, движение воды. Вот. Всего же. Класс. Класс. Мы очень рады даем. Спасибо. Так же как и Ирина, так же как и Светлана. Спасибо большое. С вами был гармоничный союз. Спасибо. Огромное. Спасибо. До встречи. До скорой, Мария. Да.